Привет! Николай Шевчук с Украины, с Полтавы-то. Это его постоянная работа? Да, он уже на пенсии, он и работает, да. Он уже написал, получил даже медицинское образование. Мы с тобой разговаривали с ним в скайпе, вспомни. Дед, придед, он выглядит, да? Хлеб там сам пил. А вот в Кировский он приезжает, вот где дядя Юра квартиру купил. Он там у кого-то живет и объявление дает, и телефон свой, и делает как бы лечебный массаж. Открой в этом ВКонтакте, ты же вот так кидываешь туда, и вот посмотри его, эту страницу, там он есть. Я тогда написала ему, говорю, Коля, где ты? Он говорит, я, говорит, так же все работаю. А живет он в Полтаве, а сюда только приезжает, как бы заработать деньги. Не знаю, вот, грубо, я вам, хотелось мне, я проекватерские курсы закончила, у меня были клиенты. Если я могла хоть кому-то сделать завистку, заработать деньги. Сколько ходила встречать эту женщину, ухаживала за ней, это, на этот, напротив школы. Раз в месяц ходила, обязательно ее подстригала, ногти, она мне платила деньги, и ногти, и скрыжку делала ей. Она умерла, да? Да, она умерла, 90 лет ей было. Понимаешь, это самое, просто я тебе тысячу раз говорю, пока у тебя есть поддержка, мы есть. Нужно, нужно, не сидеть на жопе ровно, а что-то делать. И то она мне сказала, говорит, Антонина Ивановна, жаль, что я вас раньше не знала. Вот мне это, я познакомила меня, это, как ее, в этом, в ее доме. И я бы эту квартиру, говорит, ну, на двоих бы вам, говорит, с сестрой оставила. Я бы отказалась от этой Кати, которая ей приносила, бросит на пол свеклу, даже не раскроет пакет. Я когда приду, говорю, что у вас свекла-то уже вся мокрая. Это Катя принесла, положила, что ж ей трудно было, говорю, пакет открыть, чтобы свекла не прела там. Она видела отношение мое, говорит, жалко, что я вас раньше не знала, сейчас вроде неудобно, говорит, отказываться. Ну, оформили документы-то уже. Теперь Катя свою дочку поселила туда с мужем, а сама живет в доме 20 там. У нее там двухкомнатная квартира, она ее взяла к себе. Вот, а я когда пришла туда уже подстригать-то ее, я ее так спросила, я говорю, Валентина Владимировна, как вам? Она говорит, мне здесь плохо. Я там была хозяйкой. А здесь, говорит, муж сидит, говорит, и спать я хочу, говорит, и он и на моей кровати все ходит. А там компьютер сидит, стоит. Ром, ну ты понимаешь ведь, давай решать, давай решать, или в центр занятости придем, и направление тебе там дадут куда, или мы так с тобой. Ну, понимаешь, я просто не буду тебя уже больше уговаривать. Понимаешь? Я уже устала уговаривать тебя 10 лет. Понимаешь, уже уговоры тут уже не нужны. Тут уже я тебе сказала, если ты боишься, значит я нанимаю психолога, который будет с тобой работать тогда. Будет в тебя вселять уверенность, будет тренинги проводить с тобой. Вот этот вот врач, к которому мы ездили с тобой на машине, он сказал, вот выясняйте, исключайте там, что у вас там с психикой. А так, если что, если у него какая-то боязнь, страх, я ему тренинги проведу, и он не будет бояться идти на работу. Смелее надо, надо вперед и добиваться. Я найму, мне не жалко детям нанять, но я хочу, чтобы ты пошел, и чтобы ты стоял на ногах прочно. Я не зависим, вот нужно ставить цель такую, я буду жить ни от кого не зависим. Мне есть помощь сейчас куда-то вот. Тебе есть чего будет пенсию насчитывать, если ты будешь сидеть вот так, сложа руки дома, откуда тебе будут брать эти деньги, чтобы тебе пенсию насчитать. Я хоть 36 лет отработала, а ты хоть 20 лет отработай. Ай, как тяжело жить. А чем оно тебе тяжело-то? Ты вот знаешь, кайфуешь, кайфуешь. Ни хера не делаешь, и тебе, блин, все тяжело. Тяжело нам с бабушкой. Не надо ничего записывать. Я это телефон...